Бытие, глава сорок третья Израиль сказал, — Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Они сказали, — Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, — Жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам, — Могли ли мы знать, что он скажет, — Приведите брата вашего? Иуда же сказал Израилю отцу своему, — Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши, я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни, если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, отец их, сказал им, — Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли этой и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стераксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими, может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий, да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего, — Веди этих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек той, тот людей этих, в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввел их в дом Иосифов, и сказали, — Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам, и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших. И подошли они к начальнику дома Иосифова, и стали говорить ему у дверей дома, и сказали, — Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших, мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши. Он сказал, — Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших, серебро ваше дошло до меня, и привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей этих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их, и они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал, — Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он? Они сказали, — Здоров, раб, твой отец наш еще жив. И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, — Это брат ваш меньший, о котором вы сказали мне? И сказал, — Да будет милость Божья с тобою, сын мой. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И умыв лицо свое вышел, и скрипился, и сказал, — Подавайте кушанье. И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они перед ним, первородный по первородству его, и младший по молодости его, и удивлялись эти люди друг перед другом, и посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним. Продолжение следует...